Коллеги, добрый день. Я профессор Астраума Вольга Дмитриевна. Я заведую кафедрой терапии и полиморбидной патологии имени академика Мирона Семеновича Вовсе. И сегодня мы представляем свой симпозиум, наш кафедральный симпозиум, на 12-й научно-практической конференции, посвященной проблеме терапии Московского городского общества терапевтов. Проблеме лечения пациентов с различными нозологическими формами в терапевтической практике. И вот наш симпозиум, исходя из специфики кафедры, будет посвящен общим принципам подхода ведения именно полиморбидных пациентов, пациентов с сочетанной патологией. Я вот взяла себе такую заглавную лекцию с общими понятиями. На самом деле существует очень много терминов, которые описывают эти состояния. Коморбидность, мультиморбидность, полиморбидность. И существует большая терминологическая путаница. Вот эксперты клинических рекомендаций коморбидной патологии в клинической практике предлагают вот такой вариант, что коморбидность – это сосуществование двух или более заболеваний у одного пациента, но ключевое здесь, что они связаны между собой, патогенетически или генетически. Мультиморбидность. Соответственно, наоборот, когда они патогенетически не связаны. И под полиморбидностью понимают наиболее широкое понятие. То есть это сочетание вообще двух любых заболеваний, как связанных, так и не связанных между собой патогенетически. Конечно, все это очень сильно связано с возрастом. Чем старше пациент, тем больше у него заболеваний одновременно существующих. И вы видите, что с возрастом растет количество заболеваний и растет количество пациентов, у которых одновременно не то, что два, а по восемь и по десять заболеваний. И если говорить о кардиологических коморбидностях, то вы видите, что самые частые из них – это сочетание между собой гипертония и ИБС, гипертония и ХСН и так далее. Очень распространены сочетания с сахарным диабетом, очень распространены сочетания с хронической болезнью почек. И как раз сегодня два доклада будет посвящено именно этим моментам. Вот если посмотреть, какие самые популярные пары заболеваний, то самое частое – это артериальная гипертония и дислепидемия. Артериальная гипертония и ИБС, артериальная гипертония и диабет. Если брать три заболевания, то вы видите, что это АГ, либо ИБС, либо гиперлепидемия в сочетании с сахарным диабетом и ИБС. Вот эти три заболевания беспрерывно циркулируют между собой. Сопутствующие заболевания при артериальной гипертонии встречаются где-то у 60% пациентов. То есть уже не монозаболевания. И самые частые, как ни удивительно, это болезни органов пищеварения, которые, в свою очередь, очень широко распространены в популяции. Так же, как и артериальная гипертония. А на втором месте, втором-третьем, идут ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, сахарный диабет и так далее. Но это все больные целиком с гипертонией. Гипертония встречается у лиц разных возрастных групп, в том числе и в 20 и в 30 лет. Если же мы прицельно возьмем гипертоников пожилого возраста, 80 лет и старше, то здесь частота сопутствующих заболеваний при гипертонии может достигать 100%. То же самое мы можем сказать и про пациентов с фибрилляцией предсердий. Классическое возрасте ассоциированное заболевание. Да и на самом деле очень часто встречаются различные сопутствующие проблемы. И в том числе вот как раз опять же заболевания органов пищеварения стоят на первом месте. Ну а также, конечно, артериальная гипертония, диабет, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца и так далее. Коморбидность можно померить. Предложено очень много разных индексов, но чаще всего на практике пользуются индексом коморбидности Чарльзом. Этот индекс, значение этого индекса, это значимый предиктор смертности пациента, инвалидизации, риска госпитализации, в том числе повторных, длительности этих госпитализаций и конечно качество жизни. То есть насколько активность пациента нарушена или не нарушена в реальной жизни. Здесь вот часть заболеваний представлена, которые присваивают либо один, либо два, либо три, либо сразу шесть баллов. И плюс в возрасте после 50 лет за каждое десятилетие добавляется один балл. В общем классически все наши привычные заболевания, ХСН, инфаркт миокарда, хобл, ядерная болезнь, все дают в основном по одному баллу. И вот происходит вот эта самая суммация. Конечно, шкала, есть у нее свои недостатки. Но если вот 0 баллов по этой шкале, вы видите, десятилетняя выживаемость 99%, а если 5 баллов, то всего 21%. Вот так работает эта шкала. Проблема в том, что полиморбидность диктует необходимость выработки специального подхода к фармакотерапии, который называют пациент-ориентированный подход. Традиционный подход, основанный на нозологическом принципе, его еще называют болезнь-ориентированный подход, он абсолютно не годится применить к полиморбидному пациенту. А вот пациент-ориентированный подход, или другими словами, это индивидуализация лечения, он учитывает не столько сумму хронических заболеваний у пациента пожилого и старческого возраста, сколько его функциональную и когнитивную сохранность, зависимость от посторонней помощи, качества жизни в обязательном порядке. Обратите внимание, функциональную и когнитивную сохранность. И учитывается как влияние на прогноз, так и на качество жизни. Вот сформулировано, так по большому счету, три глобальных принципа подхода к фармакотерапии полиморбидных пациентов. Первое – это минимизация количества лекарственных препаратов. Видите, здесь не написано конкретное число, минимизация. Вот чем меньше, тем лучше, но не в ущерб пациента, не в ущерб. А с другой стороны, не должно быть чисто математической суммации, что от одной болезни три препарата, от другой пять, от третьей еще два. И вот такая вот сумма получается. Как это можно сделать? А вот как раз второй принцип. Выбор лекарства с учетом целиориентированного подхода, сначала я его зачитаю, с возможным широким спектром влияния на общие механизмы патогенеза. Ну, идеально, когда один препарат имеет два показания. Это реально. Ну, вот, например, представитель класса сортанов, фалсортан, зарегистрирован и при ИБС, и при гипертонии, и при ХСН. Удобно. Три заболевания, иногда все три есть одновременно у больного, и вот мы можем выбрать именно этот препарат. Но так бывает не всегда, скорее даже так бывает редко. Но в таком варианте, вот эта вот такая обтекаемая фраза, общие механизмы патогенеза заболеваний. Что это такое? Ну, вот, допустим, антигипертензивный препарат, если уж я стала о них говорить, да, основная задача снижать давление. Но вот часть из них, все тоже, кстати, волсортан, телмисортан, эндопамид, ретар, доказали способность улучшать когнитивные функции. Конечно, у человека с набором сосудистых заболеваний, гипертонии, фибрилляции предсердия, да еще если есть диабет, у него же имеются когнитивные нарушения. И, ну, с одной стороны, выбираемые нами лекарственные средства не должно ухудшать, но ведь как здорово, если у препарата гипотензивного, который мы должны выбрать для лечения нашего пациента, есть еще такой дополнительный положительный эффект, да, то есть лекарство должно обладать как можно большим количеством дополнительных положительных эффектов для сопутствующих заболеваний, имеющих место у данного пациента. Это абсолютно возможно. И сейчас стали употреблять слово плеотропные. Чем больше плеотропных эффектов, тем лучше. Да, вот условно так вот, четыре есть плеотропных эффекта, вот такие четыре стрелочки. Ну, на самом деле сейчас очень много хороших препаратов, да, плеотропных, мультимодальных, с множественным механизмом действия, да, по-разному их называют. Чем больше, тем лучше. И они должны воздействовать на максимально большое количество патогенетических звеньев, связывающих разные заболевания, имеющиеся в нашем полиморбидном пациенте. Ну и, конечно, учет межлекарственных взаимодействий, да, безусловно. Потому что в любом случае таблетки не будет одна, будет как минимум две, а значит уже межлекарственные взаимодействия, а тем более три, четыре, да и более. Ну и глобальный принцип, что лекарственная терапия при полиморбидности подбирается всегда индивидуально, ввиду того, что крайне редко можно встретить пациентов со сходным набором заболеваний. На что особое внимание? На оценку функций печени и почек. Соответствующее исследование мы назначаем. Обязательно расчет скорости клубочковой фильтрации и клиренса креатинина. И именно вот такой подход позволяет индивидуально подойти к выбору дозы лекарственных средств. Соответственно, если совсем глобально, то у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени и циррозом печени, следует избегать применения лекарств с узким терапевтическим окном, которые подвергаются интенсивному метаболизму в печени. А если уже никак не обойтись, то стартовую дозу снизить на 50%. И далее, да вот, обратите внимание, есть определенная категоризация лекарственных средств. Это все изложено в рекомендациях по кардиоскулярной терапии и профилактике. Вот у полиморбидных пациентов журнал кардиоскулярной терапии и профилактика, первый номер за 19-й год. Все в открытом доступе. Там есть специально такая глава. Да, вот вы видите, что делят на 4 категории в зависимости от нарушения функции печени, лекарственные средства, да, и в зависимости вот от этой широты терапевтического диапазона. И даны конкретные практически рекомендации. Функции почек – это тем более наше все, подавляющее большинство лекарств выводится именно почками. И приведены конкретные примеры дозирования лекарств в зависимости от функции почек. Я, естественно, не буду все это зачитывать, но обратите внимание, где-то вот скорость клубочковой фильтрации определяет это влияние и очень разница между разными ингибиторами АПФ. Поэтому все это, конечно, невозможно запомнить, но смысл в том, что обязательно надо смотреть в инструкцию. Препараты, которые обладают больше двойным механизмом действия, да, там проще. Если же препараты выводятся почками, то видите, что есть такая рекомендация, что перендоприл, например, широко распространенный препарат из этой группы, если скорость клубочковой фильтрации меньше 45, то советуют начать с половинной дозы. Да, эти трансы. Но смысл именно такой, снижается дозировка. С бета-блокаторами, да, попроще. Вы видите, что здесь достаточно широкий диапазон, когда мы можем спокойно назначать эти препараты. Очень сложно с антитромботическими, потому что нарушенная функция почек это повышение риска развития кровотечений. С одной стороны. А с другой стороны риск развития тромбоэмболических осложнений. Но сегодня этой теме будет посвящен отдельный доклад, да, поэтому позвольте мне на этом подробно не останавливаться. Также еще одна серьезная группа препаратов, которая требует очень внимательного отношения, какой конкретно препарат, при какой скорости клубочковой фильтрации может быть назначен, это сахароснижающие лекарственные средства, особенно препараты сульфанилмочевины. Но не только. Практически все препараты, кроме, пожалуй, инсулина, требуют той или иной коррекции дозы при той или иной степени нарушения функции почек. Антибиотики, тем более, это та группа препаратов, которые мы в обязательном порядке, перед тем, как выбирать дозировки, должны знать скорость клубочковой фильтрации у пациента и требования к назначению соответствующего антибиотика согласно инструкции. Потому что тоже, пожалуй, нет ни одного, где не было бы каких-то нюансов по назначению или по режиму дозирования у пациентов с нарушением функции почек. Вот практически все группы препаратов. То же самое касается противовирусных и противогрибковых лекарственных средств. Но здесь глобальный вывод какой? Конечно, все это запомнить просто невозможно, да и не нужно, потому что врач – это не фармацевтический справочник. Врач должен понимать общий принцип. Он должен знать, как выводится препарат, почки или печень, не помним, смотрим в инструкцию. И, соответственно, смотрим в инструкцию, что мы должны сделать в случае, если у нашего пациента имеется нарушение либо печени, да либо почек. Ну и последнее буквально два слова – это знаменитые фармакологические каскады. Когда дается одно лекарство, на него возникает побочный эффект. Для нивелирования этого влияния назначается второе лекарство и так до бесконечности. Ну, например, НПВС и бобруфен – повышение давления. Назначение или усиление антигипертензивной терапии. Амлодипин, отеки, назначается диуретик, чтобы их убирать. Не амлодипин, да, отменяют или снижают дозу, да, вот нагромождается вот такой фармакологический каскад. Ну, опять же, НПВС – изжога ингибитора протонной помпы для коррекции этого состояния. Вот для того, чтобы этого не было, очень важно знать нежелательные реакции тех лекарственных средств, которые мы назначаем. И очень важно иметь определенный фармаконостороженность. Потому что сейчас даже существует понятие лекарственно-индуцированных заболеваний, то есть это те заболевания, которые очень похожи на самые обычные, которые есть у наших полиморбидных пациентов, а на самом деле это есть не что иное, как нежелательные лекарственные реакции. И, к сожалению, не могу сегодня еще полностью анонсировать, но, тем не менее, наша кафедра очень глубоко работает именно в этом направлении. Лекарственная безопасность – это одно из главных направлений деятельности Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. И возглавляет этот процесс и Российскую медицинскую академию, да и вот это направление в работе академии. Наш ректор Дмитрий Алексеевич Сычев, член-корреспондент Российской академии наук. Да, вот мы совместно с кафедрой клинической фармакологии подготовили соответствующую книгу, которая так и называется «Лекарственная индуцированная болезнь». И мы надеемся, что в ближайшее время она увидит свет. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Ну, а мы движемся дальше по программе. Сейчас, естественно, мы просто не можем существовать без доказательной медицины. Все рекомендации построены именно на этом принципе, на принципе доказательности. Полиморбидность, кажется, совсем не вписывается в клинические рекомендации. Ну, это только на первый взгляд работа в этом направлении ведется. И вот одна из самых авторитетных организаций, как Рейнерские обзоры, организации как Рейн, как раз в том числе этому вопросу стала уделять внимание. В Российской медицинской академии работает ни много ни мало как самый главный человек как Рейн в России профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина. И вот именно сейчас прозвучит ее доклад про как Рейновские обзоры, которые дают нам надежные доказательства по проблеме полиморбидности. Лилия Евгеньевна, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, Ольга Дмитриевна. Очень приятно, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Ольга Дмитриевна, очень приятно представить вам эту презентацию. Ольга Дмитриевна уже дала очень хороший анонс. Ну, а я побегу дальше. Итак, с презентацией как Рейновские обзоры надежные доказательства по проблеме полиморбидности. Сейчас я пойму, как я могу вам это показывать. Вот так. По традициям как Рейновского сотрудничества, вторым слайдом я обязана заявить вам о потенциальном конфликте интересов. Он у меня отсутствует, и я этот слайд использую для того, чтобы также вам представиться. Ольга Дмитриевна меня представила и заявляю об отсутствии какого-либо конфликта интересов, конечно, говоря о финансовом конфликте интересов. Однако я представляю позицию как Рейн-Россия, которая работает для того, чтобы наилучшие доступные доказательства были поставлены в наш национальный контекст для информационного обеспечения принятия решений. Когда? Конечно же, в практике и политике здравоохранения, несомненно, в двигателе всего этого, в медицинской науке и в медицинском образовании, и в просвещении граждан, то есть каждым отдельным человеком по вопросам здоровья. План этой сессии очень коротенький. Он представлен принципиально из двух пунктов, которые находятся перед вами. Первый пункт – почему как Рейн, и как Рейн по проблеме полиморбидности. Но для тех, кто, может быть, не очень знаком с как Рейн, вот этот первый пункт, я его очень быстро вам покажу. Начну с того, как меня спасла как Рейновская библиотека, когда я была молодым клиническим фармакологом и отвечала за подготовку заседания формулярного комитета Республики Татарстан. И нужно было за ночь генерировать какую-то разумную информацию о том, полезны или нет пробиотики, есть смысл или нет, назначать, включать их в республиканский формуляр. И на тот момент был всего один как Рейновский обзор о пробиотиках, который не показал эффективности, но показал их безопасность, на основании чего мы приняли пробиотики в наш формуляр. Вот, ну а сейчас вы видите, как много, я вам показываю интерфейс как Рейновской библиотеки, систематических обзоров, которые говорят об их эффективности, причем при разных видах патологии, в данном случае у детей и у взрослых, вы видите. Ну и необходимо сказать, конечно же, отдать дань истории, сказать несколько слов о том времени, когда это на сегодня великое движение доказательной медицины и как Рейновского сотрудничества началось. Это был вот тот самый период, когда после того, как первое синтетическое лекарственное средство от стилсалицилы и кислота была внедрена, вот вы видите, более ста лет тому уже, а это прошлый век, прошлый век. И начиная с 70-х годов прошлого века, это так называемый оттепель, Арчик, как Рейн, впервые осмелился выступить с критикой медицинской общественности за отсутствие критического осмысления в общении результатов всех клинических испытаний, которых к тому моменту было же очень много. В это же время Всемирная организация здравоохранения выступает с модельным списком основных лекарственных средств, а Всемирная ассамблея здравоохранения годом позже, 78-й год, причем в Алма-Ате, у нас в Советском Союзе, призывает государство-члены разрабатывать национальные перечни основных лекарственных средств, о них Ольга Дмитриевна уже говорила о лекарственных средствах, и именно вот эта безопасность, она также отражена в этих документах, и это основная тематика работы нашей Академии под руководством ректора. Ну и говоря об этом, истории Даня дали, почему же систематические обзоры, дорогие коллеги. Мы с вами живем в удивительное время, мы с вами живем во время цифровых технологий, во время искусственного интеллекта, во время больших данных, во время виртуальных наших с вами встреч. И вот вы видите эссе, которое было опубликовано в журнале ведущими авторами, которого были эксперты как Рейновского сотрудничества, также вместе со специалистами по большим данным. И тот колоссальный оптимизм, который человечество испытало при вхождении понятия большие данные, искусственный интеллект, потихоньку-потихоньку сменяется вкрадывающимся сереньким пессимизмом. Ну почему? Потому что все это надо как-то переварить и извлечь из этого некий смысл. Как извлечь смысл? Это большая проблема. Ну и данные, конечно, поистине стали новой нефтью 21 века. Но вопрос, как выкристаллизовать надежные доказательства для ответственных решений, он остается. И делать это все труднее и труднее. Потому что очень много проблем с хранением, с обслуживанием, логистикой, построением всех этих больших данных. И поэтому здесь встает вопрос о том, как во всем этом не потерять смысл, как целостность и научность, вот истинную научность попытаться увидеть и как на основе этого принимать информированные решения. Почему? Потому что обществам больше не нужны острова отдельных каких-то анализов данных, которыми сейчас заполонен наш с вами академический эфир. И как Рейн предлагает этому решение, дорогие коллеги. И вот этот слайд любезно предоставлен профессором Айдой Сим из Калифорнийского университета. Один из ведущих в мире специалист по большим данным, который говорит о традиционной пирамиде информации и о том, что как Рейновские сотрудничества своими, как Рейновскими систематическими обзорами, создавая новые знания, вносит жизненно важный вклад через века уже. И в этом великая мудрость, которая помогает этим решениям и сохранению целостности в науке. Это принципиально важно, потому что генерируются новые знания, достоверная информация, свободная от какого-либо коммерческого спонсорства и других конфликтов, интересов, дорогие коллеги. Ну а здесь вы видите вновь тема пирамид. Пирамиду традиционную. Отсекаем мы с вами клинический фрагмент, который начинается с отдельных случаев. Если на эти случаи посмотреть с позиций систематических обзоров, в особенности как Рейновских, что сделали наши коллеги, вот публикация Мюрада уже 16-го года, дорогие коллеги. Мы с вами видим, что при ближайшем рассмотрении, при применении современной методологии, вот эти четко очерченные границы, очень четкие определения, они размываются. Это вот те исследования, которые традиционно не объединяли систематические обзоры, их начинают объединять. И вот вы видите, систематические обзоры и метаанализы, они отрываются от всех категорий исследований клинического уровня. А вот в этой диаграмме нам предлагается относиться к систематическим обзорам. Они могут быть с метаанализом, могут быть без них, как клуби, которые помогают рассмотреть ценности этих исследований, оценить в них смещение, оценить разнообразие данных в этих исследованиях, может быть, неоднозначность их выводов. И вот это все то, что предлагает современная методология систематических обзоров. Квинтэссенции, которые являются управлением смещением, потому что, к сожалению, пандемия сейчас это показала, мы с вами живем в то время, когда риск систематической ошибки или смещения, иногда называют это предвзятостью, становится очень высоким, особенностью в области клинических медицинских исследований. Ну и этим слайдом хотелось бы еще раз сказать о том, что Кокрайновские систематические обзоры, начавшиеся с 1993 года, стали и до сих пор остаются золотым стандартом качества доказательств здравоохранения, при том условии, что на сегодня объем систематических обзоров растет катастрофически, уважаемые коллеги. И далеко не все систематические обзоры или опубликованные метаанализы действительно отвечают критериям качества, действительно позволяют критически оценить введенные туда данные и управлять потенциальным смещением. Ну а я приглашаю вас на сайт Кокрайн Россия, вы найдете там вот этот вот ролик, короткую зарисовку, четырехминутную, где очень красиво в инфографике созданное видео в австралийском Кокрайновском центре, озвученной у нас, дается представление о том, что такое Кокрайновский систематический обзор. Ну и обязательно нужно сказать, что Кокрайн работает в официальных партнерских отношениях со Всемирной организацией здравоохранения. Вы видите вот эту диаграмму, которая показывает, насколько интенсивно и с каждым годом все более интенсивно используются Кокрайновские систематические обзоры для формирования рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Ну а перейдя вот к этому слайду, уважаемые коллеги, хочу показать вам легендарный систематический обзор в интерфейсе Кокрайновской библиотеки. И уже два года этот интерфейс имеет мультиязычный функционал. Вот вы видите на русском языке, вы можете делать и поиск на русском языке. И вот это этот легендарный, то есть первый Кокрайновский систематический обзор, который показал пользу антинатальных кортикостероидов для примененных у женщин с угрозой преждевременных родов для выживания детей и младенцев. Здесь показан исход неонатальная смертность. Когда впервые этот обзор был сделан, отношение к кортикостероидам было очень напряженным, и их не назначали, боялись их назначать. Однако вот обзор показал, что это дешевое, эффективное, и в этой ситуации практически безопасное вмешательство действительно позволило за годы уже сохранить многие-многие младенческие жизни, что может быть дороже, уважаемые коллеги. Ну и обратите внимание, вот эта лесовидная диаграмма этого Кокрайновского обзора легла в основу логотипа Кокрайновского сотрудничества, который вы видите в Кокрайновской библиотеке и у Кокрайн Россия. Ну и далее мы переходим к следующему пункту нашего плана, это лекарственные скандалы 21 века. Самый большой скандал 21 века лекарственные средства РОФИКОКСИП или ВИОКС, получившие одобрение в 99-м году FDA, в 2004 году был отозван с рынка. Посмотрите, пожалуйста, уже в 2002 году был доступен Кокрайновский систематический обзор, который показал риск развития инфарктов, миокарда и инсультов у людей, длительно получавших РОФИКОКСИП. В нашей стране он также был зарегистрирован, однако не находился на такой промоции. В западных странах очень много жизней, к сожалению, было потеряно благодаря продвижению вот этого лекарственного средства. Поэтому, конечно же, лекарственный скандал, и здесь полиморбидность совершенно очевидна, вот этот скандал показывает ценность Кокрайновских систематических обзоров. Следующий скандал – это скандал с средством гипогликемизирующим, РОСИГЛИТОЗОН, типичный представитель всех глитозонов. И ситуация опять та же самая. Вот он риск. Риск почти двукратной частоты сердечно-сосудистой смерти, шансы. В 2007 году уже имеется Кокрайновский систематический обзор, однако даже Европейское медицинское агентство приходит к решению о запрете в Европе только в 2010 году. В наших отечественных документах как минимум до 2004 года это лекарственные средства присутствуют в перечне жизненно важных и важнейших лекарственных средств и во всех клинических рекомендациях, уважаемые коллеги. Ну и так, я надеюсь, что я убедила вас в важности Кокрайновских систематических обзоров и почему мы о них сегодня говорим, и конкретно вклад Кокрайн в проблемы полиморбидности. Ну и это, конечно же, проблема клинических фармакологов, в том числе проблема терапевтов, проблема всех-всех интернистов, уважаемые коллеги, поскольку приходится работать с этими пациентами более чем с какими-либо другими. Ну а для того, чтобы провести поиск в Кокрайновской библиотеке, вот задала я эти слова и результаты вам сейчас покажу, о них сейчас отчитаюсь. Итак, вот здесь вам представлены результаты поиска по термину comorbidities, в английском языке я делала поиск, и если вот вы посмотрите 2018 год, было 99 результатов на уровне Кокрайновских систематических обзоров, в 2020 году было 119, а в 2021 году этих результатов уже стало 129, это те Кокрайновские обзоры, обзоры не протоколы, уважаемые коллеги, которые так или иначе рассматривают проблему здесь в целом и коморбидности, и полиморбидности, и полиморбидности, уважаемые коллеги. И хочу здесь еще раз сказать, что многие из этих исследований были проведены специально в этой категории пациентов. То есть существует расхожее мнение, что пациенты с полиморбидностью, как правило, являются сиротами, их не включают в традиционные клинические испытания от фармацевтических компаний, которые изучают то или иное лекарственное средство. Действительно, как правило, эти пациенты подпадают под критерии исключения, однако специальные исследования проводят с тем, чтобы рассмотреть возможности помощи таким пациентам. И вот вашему вниманию представлен обзор вмешательства для улучшения исходов у пациентов с мультиморбидностью в учреждениях первичной медицинской помощи и во внебольничных условиях. Вы опять видите интерфейс Кокрейновской библиотеки и перевод на русский язык, резюме на простом языке этого Кокрейновского обзора, который мы сделали в Кокрейн России. Мы приглашаем вас к сотрудничеству, дорогие коллеги. Если мы очень быстро пробежимся по этому обзору, я не буду зачитывать дословно все, что представлено на серии этих слайдов, то основное здесь было оценить эффективность служб здравоохранения, и было дано определение, то есть было четко установлено, что в этом обзоре рассматривали как поли- или мультиморбидность. Это два или более хронических состояний у одного и того же человека. Традиционное рассмотрение вопросов ПИКО или УФСИ на русском языке. Участники представлены здесь, уважаемые коллеги, исключили только исследования в дома престарелых. Вмешательства любые, их разделили на два вида, преимущественно организационные и преимущественно пациентно-ориентированные. Сравнивали с обычной помощью или с обычным исходом и в качестве исходов использовали целую систему исходов. Это показатели клинического или психического здоровья пациентов. Оценивали качество жизни, оценивали использование медицинских служб, в частности, госпитализацию, понятно, это ресурсы здравоохранения, поведение пациентов, поведение лиц, помогающих или провайдеров медицинской помощи, приемлемость, вмешательство и, несомненно, экономические исходы. Ну и вот вы видите здесь уже резюме на простом языке, уважаемые коллеги, наш перевод на русский язык в интерфейсе как Rain.org. И далее о том, какова ценность как рейновских обзоров. Посмотрите, пожалуйста, на чапс результатов поиска, где было более 30 тысяч результатов поиска в базах данных, используя различные критерии исключения и отчитавшись по всем исключенным исследованиям, указав причину исключения, авторы включили 6 исследований в количественный анализ. 18 исследований было включено в так называемый синтез качественных данных, предоставляемых этими исследованиями. Поэтому систематический обзор это значительно больше, чем метаанализ. Вот в таком светофорном виде в Кокрейновском сотрудничестве представляют оценку авторами риска смещения. И поскольку система светофора, мы с вами сразу можем понимать, чем больше зеленого, тем ниже оценивается риск смещения, то есть тем лучше те исследования, которые дали информацию в этот систематический обзор. И мы с вами видим, красного здесь очень мало, это высокий риск смещения и немножко желтенького, неясный риск смещения. Ну и что очень важно, что во всех исследованиях подчеркнуто красным, жирным для вас специально были правительственные или благотворительные источники финансирования. И во всем мире вот подобные исследования, в том числе сейчас, в период пандемии, уважаемые коллеги, становятся все более и более распространенными. И результатом этих исследований, конечно, доверяют все больше. Ну и вот я привела вам всего лишь одну лесовидную диаграмму, выраженность депрессии по шкале. И здесь показано, безусловно, да, эффект очень мал, но он статистически достоверен. Шкала депрессии показывает уменьшение депрессии при использовании организационных мер по ведению пациентов с полиморбидностью. Это также представлено в виде таблиц суммирующих результатов, где дается оценка по системе Грейт. Это также отдельный разговор, дорогие коллеги, и мы будем приглашать вас в Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами на специальные тренинги, которые будут посвящены отдельным аспектам как рейновских систематических обзоров и в том числе оценке определенности доказательств по системе Грейт. Здесь все не так просто и все не совсем прямолинейно, как может показаться с первого взгляда. Но говоря об этом на этом примере, могу показать вам высокую определенность вот этих доказательств в отношении уменьшения депрессии. Поэтому, конечно, эти вмешательства организационные проводить нужно. Но и вот кусочек вывода, который я здесь вам выделила. Этот обзор предполагает, что вмешательства, которые направлены на определенные факторы риска, например, лечения депрессии или вмешательства, которые сосредоточены на трудностях, с которыми сталкиваются люди при выполнении ежедневных функций, например, физиотерапевтическое лечение для улучшения способности физической активности могут быть более эффективными. Более эффективными и ценность капраинерских обзоров в определении направлений нужных дальнейших исследований. Необходимы дальнейшие исследования в этой области в частности с участием людей с мультиморбидностью в целом и в разных возрастных диапазонах. В разных возрастных диапазонах. Ну, вот еще вот вы видите опять-таки этот интерфейс и здесь вы видите подкаст на эту тему, который мы разработали в Кокрейн России. А вот еще один обзор вмешательства по улучшению практики назначения антибиотиков стационарным больным. Не секрет, что антибиотики к сожалению очень злоупотребляют в наших стационарах уважаемые коллеги. И вот в этом систематическом обзоре показали на уровне умеренной определенности, что специально организованные вмешательства, а это практически служба клинической фармакологии, уменьшают продолжительность пребывания в стационаре без увеличения смертности пациента, что крайне важно уважаемые коллеги. Ну и результаты поиска по термину полипрагмазия. Ольга Дмитриевна очень показала вам, что желательно использовать такие лекарства, которые могли бы одновременно отвечать нескольким задачам у пациентов с полиморбидностью. Но что же дает нам как Рейновская библиотека? И вот вы видите, при первом поиске выходят сразу обзоры, и эти обзоры, резюме которых все переведены на русский язык. Мешательства для уменьшения полипрагмазии пожилых людей специально проводились исследования, уважаемые коллеги. Обзор лекарств госпитализированных пациентов для снижения заболеваемости и смертности. Отмена статинок у людей с деменцией, отмена ингибиторов протонной помпы в сравнении с продолжением постоянного применения у взрослых. Это обзоры из серии D-prescribing, как раз вот то самое направление безопасности, которое является основным в исследованиях нашей академии, одним из ведущих под руководством ректора, члена-корреспондента Российской Академии Наук Дмитрий Алексеевич Сычев, как сказала Ольга Дмитриевна. И вот, пожалуйста, обзор лекарств госпитализированных пациентов для снижения заболеваемости и смертности. Это, опять же, фактически в наших условиях работа врача-клинического фармаколога. Мы обнаружили, что пересмотр лекарственной терапии не предотвращает смерти повторной госпитализации, но может привести к уменьшению обращений в отделении неотложной помощи. Это крайне важно. Значит, есть смысл это делать. Ну и вот очень свежий обзор по отмене антигипертензивной терапии у пожилых людей, уважаемые коллеги. И как бы, может быть, кому-то это не казалось на сегодняшний день странным, когда вокруг говорится о необходимости ее пожизненное продолжение. Вот, посмотрите, пожалуйста, этот обзор нашел шесть исследований, суммарно включавших более тысячи пожилых людей, возраст которых колебался от 58 до 82 лет. И в основных результатах совершенно четко было указано большинству пожилых людей в группах прекращающих прием лекарств не нужно было снова их принимать. Авторы обзора делают вывод о возможности прекращения приема антигипертензивных препаратов у пожилых людей. Ну и вот здесь выводы, которые представлены на русском языке в резюме. Я приглашаю вас на сайт Кокрейновской библиотеки, на сайт kokain.org, найдите этот систематический обзор, познакомьтесь с ним более детально. Я лишь зачитаю то, что специально выделила красным для вас. Отмена антигипертензивных у пожилых не увеличивала риск инфаркта, миокарда, инсульта, госпитализации или смерти не увеличивала риск неблагоприятных событий и могло устранить побочный эффект, уважаемые коллеги. Вот это основание для депрескрайбинга. То есть отмена возможно безопасно делают вид авторы этого обзора. Ну и завершая, дорогие коллеги, хочется показать вам вот эту такую смешливую инфографику от британского медицинского журнала уже немножечко давнего, 2014 года, который говорит, подумайте дважды, прежде чем проводить вот эти все вмешательства диагностические, которые тоже избыточны, дорогие коллеги, и лекарственные, но, например, антипсихотики у пожилых совершенно, безусловно, доказаны на уровне какрейновских систематических обзоров, приводят к более быстрому уходу наших этих людей в мир иной, уважаемые коллеги. То есть меньше на самом деле это больше. Чем меньше мы вмешиваем пациентам с полиморбидностью, пациентам пожилым, но, конечно, при очень четком врачебном контроле, высоко профессиональном. Ну и завершить мне хотелось бы это мое краткое выступление. Цитата из Бориса Евгеньевича Водчила, отца отечественной клинической фармакологии, основателя кафедры клинической фармакологии и фармакостерапии, той кафедры, которой сейчас зарядует и развивает наш ректор Дмитрий Алексеевич Сычев и практически той цитатой, которую показывает также наш ректор. Поменьше лекарств, только совершенно необходимые лечить надо тогда, когда нельзя не лечить. Благодарю за внимание, дорогие коллеги. я закончила. глубоко уважаемые коллеги, поблагодарим Лилию Евгеньевну за прекрасно представленный материал, причем очень редкий, авторский. Услышать такое практически ни от кого, кроме Лилии Евгеньевны, просто невозможно, тем более на таком высоком качестве. А мы переходим дальше, и как я уже и анонсировала, у нас сейчас будет специальная тема, посвященная ведению пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической болезнью почек. Конечно, фокусом на формакотерапию. И я представляю вам нашего врача-ординатора нашей кафедры Листратова Александра Ивановича. Александр Иванович, пожалуйста, слово вам. Александр Иванович, мы вас не слышим, по крайней мере, я. Может быть, микрофон не включили? Он вас должен научить. Не знаю. Александр Иванович, слышно меня? Да, все прекрасно слышно. С Богом. Здравствуйте, уважаемая Ольга Дмитриевна, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Листратов Александр Иванович. Я представляю кафедру терапии и полиморбидной патологии имени академика Мирона Семеновича Вовсе. И сегодня я хочу обсудить с вами тему общие вопросы фармакотерапии у пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической болезнью почек. Мой конфликт интересов отсутствует. Хочу начать с определения тех нозологий, о которых мы будем сегодня говорить. В 2002 году было обосновано и введено в клиническую практику определение наднозологическое понятие хронической болезни почек. Были опубликованы первые клинические рекомендации, а самые актуальные на данный момент версии клинических рекомендаций датированы в 2021 году. Согласно определению, хроническая болезнь почек это персистирующая в течение трех месяцев или более поражение органов вследствие действия различных идеологических факторов, анатомической основой которого является процесс замещения нормальных анатомических структурных фиброзов, что приводит к его дисфункции. В клинической практике диагноз хронической болезни почек следует устанавливать в процессе появления клинического обследования любых клинических признаков, которые указывают на повреждение почек и персистируют не менее трех месяцев и или снижение скорости клубочкой фильтрации менее 60 миллилитров в минуту и или наличие признаков необратимых структурных изменений органов. Здесь хочу обратить ваше внимание, что хроническая болезнь почек это не только снижение скорости клубочки фильтрации, которая нам всем хорошо знакома, но и структурные аномалии развития почек, такие как кисты, гидронефроз, изменение размеров почек, нарушение интергенальной гемодинамики и так далее. Ишемическая болезнь сердца, согласно определению, это поражение миокарда, которое вызвано нарушением кровотока по коронарным артериям. И функциональных или приходящих изменений. Главная причина органического поражения это атеросклероз коронарных артерий. А к функциональным изменениям относятся спазм и внутрисосудистый тромбоз. Понятие ИБС включает себя как нестабильные, так и стабильные состояния. Насколько же актуальна та проблема, о которой мы сегодня разговариваем? Нарушение функции почек часто встречается у пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечно-сосудистыми и заболеваниями являются самой частой причиной смерти у лиц с нарушением функции почек. А хроническая болезнь почек в свою очередь является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии и смерти. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек имеют как общий традиционный фактор риска, а при их сочетании действуют и нетрадиционные почечные факторы, которые могут оказывать влияние на риск развития и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений. По данным исследований даже незначительное снижение функций почек оказывает влияние на повышение риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Результаты фоременгемского исследования свидетельствуют, что распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у лиц со сниженной скоростью кубочки фильтрации на 64% выше, чем у лиц с сохранной функцией почек. Выявлена обратная связь между снижением скорости кубочки фильтрации, между снижением СКФ и увеличением риска смерти сердечно-сосудистых осложнений и госпитализации, как представлено на графике справа. Это позволяет расценивать сам факт снижения функций почек в качестве причины ускоренного развития изменений сердечно-сосудистой системы в результате многочисленных метаболических и гемодинамических сдвигов, которые вызваны почечной дисфункцией. В свою очередь, вероятность развития нарушения функций почек у больных сердечно-сосудистой патологии значительно выше, чем в популяции. Сочетание любых двух кардиоэскулярных факторов риска приводит к вероятности снижения скорости клубочки фильтрации в 4 раза больше, чем у лиц без действия тех факторов. Показано, что треть больных, перенесших инфаркт миокарда, соответствует критериям хронической болезни почек от 3 до 5 стадий. Подобный взгляд на взаимообусловленность патологических процессов в сердечно-сосудистой системе почек позволяет представить данные взаимоотношения как непрерывный цех событий, который составляет кардиоэнальный континул. Исходя из вышеизложенного, очевидно, что пациенты с хронической болезнью почек имеют высокий, если говорить о ХБП в 3 стадии, или очень высокий хроническая болезнь почек в сердечно-сосудистой риск. Хроническая болезнь почек классифицируется по уровню скорости клубочек рефильтрации на 5 стадий от 1 стадии до 5 и по уровню альбоминурии на 3 стадии. Как же мы оценим функцию почек для того, чтобы поставить этот диагноз и для того, чтобы классифицировать хроническую болезнь почек? Исследование концентрации креатинина является обязательным, но недостаточным методом оценки функции почек ввиду того, что изолированный уровень креатинина зависит от многих факторов. 40% лиц со снежной скоростью клубочек фильтрации имеют уровень креатинина в пределах нормы для той лаборатории, что его оценивало. Наиболее точным показателем, который характеризует функция почек является скорость клубочек фильтрации, которая оценивается на сывороточном уровне различных эндогенных маркерах. расчетные формулы скорости клубочек фильтрации учитывают различные влияния на продукцию креатинина. На сегодняшний день формула СИКИДИИП является наиболее универсальной и точной из всех, которые используются на сегодняшний день. Согласно современным рекомендациям, с целью диагностики и классификации хронической болезни почек необходимо использовать расчет скорости клубочек фильтрации именно по формуле СИКИДИИП. Однако одновременно с вычислением этого результата необходимо также оценивать клиренс креатинина по формуле Кокрафта Голд. Его мы также определяем одновременно с данной формулой. По клиренсу креатинина происходит корректировка дозы ряда лекарственных препаратов, таких как прямые оральные антикоагулянты. Перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы. Это сочетание хронической болезни почек ИБС со снижением скорости кубочек фильтрации при ней не увеличивается вероятность развития ишемической болезни сердца, как это видно на графике слева. Хотя лекарственная терапия является основой лечения ишемической болезни сердца, у пациентов с хронической болезнью почек она несет в себе ряд трудностей в силу того, что у лиц с прогрессированием снижения функций почек роль атеросклероза в сердечно-сосудистые события прогрессивно снижается. Кроме того, пациенты с хронической болезнью почек менее представлены в клинических рекомендациях, следовательно доказательная база таких пациентов ограничена. Необходимо отметить, что в качестве первого проявления ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью острый инфаркт миокарда, нежели чем стабильная стенокардия. Кроме того, у таких пациентов более вероятно развитие инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ, нежели чем инфаркт с подъемом. В рекомендациях по хроническим корональным синдромам имеется общее положение касательно терапии пациентов с хронической болезнью почек, такие как рекомендуется контролировать факторы риска доцелевых значений, обращать особое внимание на выбор доз препаратов с почной экскрецией и ограничивать использование контрастных препаратов. Данные о пациентах на гемодиализе чрезвычайно ограничены, что затрудняет обобщение рекомендаций по лечению. Далее перейдем к конкретным препаратам, которые используются у пациентов с хронической болезнью сердца и начнем с антитромботической терапии. Антитромботическая терапия является краевольным камнем лечения хронической болезни сердца, однако следует аккуратно подходить к выбору и дозировке антитромботических препаратов у пациентов с хронической болезнью почек, поскольку у этих пациентов имеется повышенный риск кровотечения. Пациенты с острым коронарным синдромом и хронической болезнью почек часто получают избыточные дозы антитромботических препаратов, что повышает риск развития кровотечения. Для большинства антикоагулянтов должен происходить подбор дозы для пациентов с хронической болезнью почек, однако это утверждение не относится к пероральным антиагрегантам. У пациентов с подозрением на почечную дисфункцию либо подтвержденной почечной дисфункцией следует либо отказаться от ряда антитрабоцитарных препаратов, таких, например, как просугурель или эмтифибатит, либо уменьшить их дозировку англиеноксопорина. Для пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии данных о эффективности и, самое главное, безопасности применения ингибиторов P2OE12 недостаточно. Следовательно, применение просугурела и тикогрелора у этих пациентов не рекомендуется. Опыт применения клопидогрела у лиц со скоростью кубочки фильтрации менее 50 ограничен. Следовательно, этим больным клопидогрелец не дают назначать с осторожностью. Еще один важнейший аспект лекарственной терапии и шимической болезни сердца – это гиподлипидемическая терапия. Применение статина несет пользу у пациентов с хронической болезнью почек статины, в том числе высокоинтенсивной, безопасной у лиц со сниженной скоростью кубочки фильтрации. Статины оказывают положительное влияние на притую инурию, то самое плеотропное действие препарата, о котором говорила Ольга Дмитриевна. В исследовании ШАРК комбинированная терапия с хронической болезнью почек от 3-й до 5-й статины снижала риск развития сердечно-сосудистых осложнений. В рекомендациях Кей-Дига комбинация статин и затимиб рекомендуется как терапия первого ряда у пациентов старше 50 лет со снижением скорости кубочки фильтрации. Согласно рекомендации, использование статинов или комбинированной терапии рекомендуется у пациентов с хронической болезнью почек, не находящихся на гемодиализе. А у лиц, которые направлены на гемодиализ, прерывать терапию статинами либо комбинированной терапией не рекомендуется. Кроме того, у лиц, которые находятся на гемодиализе и не имеют сочетанных, ассоциированных сердечно-сосудистых заболеваний, начинать терапию статинами не рекомендуется. Далее необходимо отметить, что при назначении медикаментозной терапии следует учитывать путь элиминации препарата, в частности статина, и необходимость коррекции дозы статина в зависимости от пути выведения. Например, хроническая болезнь почек до умеренной стадии мало влияет на концентрацию розового статина в плазме крови. Однако, розовый статин в дозе 40 мг противопоказан при клиренце клеотинина менее 300 мл в минуту. Эти факторы свидетельствуют о насторожности в отношении высоких доз статинов у пациентов с нарушением функции почек и обосновывают использование комбинированной терапии. Какие же есть перспективы гиполепидемической терапии у ВИЦ с хронической болезнью почек? Согласно недавним исследованиям, снижение сердечно-сосудистых событий на фоне приема Эволокумаба было более выражено у пациентов с прогрессированием хронической болезни почек. Представляется перспективным дальнейшее изучение и применение препаратов данной группы у пациентов с ишемической болезнью, у пациентов с хронической болезнью почек. Далее рассмотрим другие препараты, применяемые у пациентов с ишемической болезнью сердца, это, конечно же, ингибиторы АПФ и сортаны. Применение ингибиторов АПФ и сортанов в случае непереносимости и у лиц с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ и хронической болезнью почек – это уровень рекомендации 1А. Однако данные препараты следует применять с осторожностью у лиц с снижением функции почек, которые свидетельствуют такие лабораторные параметры, как значимая гиперкалиемия при уровне калия более 5 ммл, значимых нарушениях функций почек, если уровень креатинина составляет больше 221 мкмл. Кроме того, при исходной снижении скорости кубочков фильтрации менее 60 и у пожилых пациентов доза ингибиторов АПФ может быть снижена относительно максимально рекомендована. Еще одна табличка, похожая на то, что представляла Ольга Дмитриевна, о которой говорится, что в зависимости от скорости кубочки фильтрации необходима коррекция в некоторых случаях ингибиторов АПФ, но в основном это не касается сортанов. Опять же, все помнить нельзя, и следует воспользоваться инструкцией к препарату, чтобы понять, в какой степени снижать дозу препарата. Во время терапии ингибиторов АПФ либо сортанами возможно ухудшение функции почек, которая проявляется увеличением креатинина, снижением скорости кубочков фильтрации и увеличением уровня калия. Если креатинин увеличивается на 50% выше исходных значений либо до 226 мкмл, скорость кубочков фильтрации снижается до 25, а калий увеличивается до 5,5, эти изменения допустимы. Если функция почек продолжает снижаться, возможно применять ингибиторы АПФ с двойным путем выведения печени в почки, таких как фазинаприл, отменить нефротоксичные препараты, в основном это, конечно, НПВС, уменьшить дозу ингибиторов АПФ сортанов в 2 раза и лишь после этого рассмотреть возможность о снижении дозы либо отмене антагонистов альдестерона, если пациент получает эту терапию. Если же функция почек продолжает снижаться до значений, которые приведены на слайде, необходимо отменить ингибиторы АПФ и обратиться за консультацией к специалисту-нефрологу. Необходимо отметить, что пациент с хронической болезнью почек, начиная с третьей стадии, нуждается в специфической органопротекции. Оптимальными нефропротекторами являются ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы. Нефропротективный эффект сортанов зависит от дозы препаратов, которые в этой ситуации должны применяться в максимально переносимой дозе, а не в минимально эффективной дозе, которая обеспечивает целевое артериальное давление. Сочетание ингибиторов АПФ и басартанов со статинами, применение которых оказывает положительное влияние на протеинурии, усиливает кардиоринальную защиту в результате синергии нефропротективных эффектов статинных ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы. В заключение хочется сказать, что сочетание различных форм ишемической болезни сердца и хронической болезни почек является очень актуальным в клинической практике. Данные нозологии взаимно влияют друг на друга, что приводит к увеличению частоты сердечно-сосудистых осложнений. Таким образом, данным пациентам необходимо особое внимание, контроль функции почекодинамики и частный подбор и коррекция терапии сочетанной патологией. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Александр Иванович, огромное вам спасибо. Мы продолжаем, собственно, тему полиморбидности, сочетание сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек, потому что следующий доклад будет посвящен как раз сочетанию тоже с хронической болезнью почек, но фибрилляции предсердий. Светлана Владимировна Батюкина, аспирант нашей кафедры, и она проводила анализ лекарственных назначений у пациентов в одном из московских стационаров, что назначают таким пациентам, пациентам с фибрилляцией предсердий, хронической болезнью почек. Потому что я в своей лекции специально обращала ваше внимание на то, что, конечно, нюансов при сопутствующей ХБП, фармакотерапии, в лекарственных назначениях очень и очень много. И вот мы слушаем реальную российскую, московскую клиническую практику. Пожалуйста, Светлана Владимировна, вам слово. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели. Меня слышно? Да, слышно. Пожалуйста, продолжайте. Да, слышно? Отлично. Мой сегодняшний доклад на тему «Анализ лекарственных назначений у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью почек». Также начну с определения. Фибрилляция предсердий – это хаотическое и неправильное сокращение предсердий с частотой от 350 до 700 в минуту, вызывающая полную аритмию сокращения желудочка. Что касается эпидемиологии заболевания, то распространенность фибрилляции предсердия растет. И в общей популяции составляет 1 до 2%. При этом встречаемость увеличивается с возраста. Смотрите, половина процента в возрасте от 40 до 50 лет, почти до 4% случаев в возрасте старше 60 лет и до 9% случаев в возрасте более 80 лет. Также напоминаю, что у мужчин фибрилляция предсердия развивается чаще, чем у женщин. На определение хронической болезни почки, потому что я не буду останавливаться, предыдущий докладчик все очень полно рассказал. Да, это наднозологическое понятие, и нужно понять, что повреждения почки должны сохраняться в течение 3 месяцев и более. Также хочется напомнить вам стадии хронической болезни почек, где нужно определять, конечно, экскрецию альбумина и уровень скорости клубочковой фильтрации. Что касается эпидемиологии хронической болезни почек, то представлю вам данные крупного исследования, которое приведено в 204 странах. И оно говорит о том, что за последние 30 лет распространенность хронической болезни почки и смертность в нее очень растет. В 2017 году, например, распространенность хронической болезни почки у взрослого населения составила 9,1%. И говорит о удвоении с 1990 года, где, конечно, преимущественно лидирует хроническая болезнь почек в третьей стадии. И посмотрите, смертность в 2017 году от хронической болезни почки составила 1,2 миллиона человек, где тоже говорится об увлечении на 41% с 1990 года. И обратите внимание, что в 1990 году смертность занимала 17 место, а в 2017 году смертность уже находится на 12 месте. И, конечно, сочетание этих двух болезней говорит, что это максимально неприятное сочетание. Также, конечно, обобщая предыдущие доклады, говорю, что в настоящее время отмечается увеличение продолжительности жизни населения и вследствие этого увеличение пациентов пожилого и старческого возраста с одновременным наличием множества хронических заболеваний, то есть полиморбидных пациентов, что, конечно, приводит к быстрому растущему числу обращения за медицинской помощью и увеличению количества госпитализаций и ведет к полипрагмазии. Опасность же полипрагмазии заключается в увеличении риска межлекарственных взаимодействий и, следовательно, риска развития неблагоприятных лекарственных реакций. Так, на сегодняшний день проблема нежелательных лекарственных реакций пожилых пациентов в общественном захроне является ключевой и возникает все большая необходимость применить специальных критерий для предотвращения или уменьшения полипрагмазии и, тем самым, снижения этих самых нежелательных лекарственных реакций. Одним из таких инструментов для людей именно старше 65 лет является критерий стоп-старт и шкала антихолинергической нагрузки. Использование этих критериев в клинической практике позволяет уменьшить длительность госпитализации, улучшить качество жизни и предотвратить последствия межлекарственных взаимодействий. В наше исследование включены эти два метода, и мы посмотрим их далее более подробно. Мы проводили исследования, и нами были проанализированы 180 историй болезней пациентов в возрасте 65 лет и старше, страдающих фибрилляцией претерий и хронической болезнью почек. Они проходили стационарное лечение в терапевтическом отделении многопрофильного стационара с июля 2018 года по июль 2019 года. К нам как раз оценивались наличие полипрогмазии, оценивалось декарственное значение критерием стоп-старт и шкале антихолинергической нагрузки. Пациенты были поделены на две группы. В первую группу включены пациенты с фибрилляцией претерий и хронической болезнью почек С3А стадии, это 98 пациентов. Во вторую группу включены пациенты с фибрилляцией претерий и хронической болезнью почек С3Б стадии и С4 стадии, это 82 пациента. На этом слайде представлена характеристика сопутствующих заболеваний, исследованные нами групп. И обратите внимание, что все пациенты в 100% случаях имели артериальную гипертензию и имели хроническую сердечную недостаточность. Также довольно большое количество, это 84 пациента и в первой группе 87% во второй группе имели ишеническую болезнь сердца, что он тоже лидирует. Также по частоте встречаемости выделяется аденомопростатой, это 72% мужчин в первой группе и 75% мужчин во второй группе. Также перенесенный инсульт выделяется, 34% пациента в первой группе и 29% во второй группе. Также выделяется частота встречаемости язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Этот критерий был эстетически значим больше и встречался больше в группе с хронической болезнью почек C3B и 4-й стадии. Составлял он 39%. Здесь представлена сравнительная характеристика одновременно назначенных препаратов. И хорошо заметно, что в обеих группах присутствовало большое количество одновременно назначенных препаратов. В среднем у одного пациента максимальное одновременное назначение препаратов равно 7-8% в первой и второй группе соответственно. Что, конечно, говорит о наличии полипрагмазии. Тут нужно заметить, что одновременно больше пяти препаратов получали 98,9% в первой группе и 93,7% во второй. То есть это почти 100% получали препараты больше пяти. Количество пациентов, получающих 10 и более препаратов, одновременно составило 13,2% в первой группе и 14,6% во второй группе. Различные между группами здесь эстетически незначимы. Дальше вернемся к критерию Stop Start. Что это такое? Это инструмент скрининга, предназначенный для выявления потенциально рекомендованных и нерекомендованных препаратов для назначения у пациентов пожилого и старческого возраста. По мнению разработчиков, критерии Stop Start могут быть использованы для аудита лекарственных назначений во всех амбулаторных и стационарных учреждениях в первоохранении у пациентов старше 65 лет. Применение этих критерий, конечно, позволит повысить качество медикаментозной терапии пожилых пациентов. Дальше что удалось нам обнаружить в результате исследования? Что у 52 пациентов из первой группы и 49 пациентов из второй группы в листах назначения присутствуют потенциально нерекомендованные препараты согласно критериям Stop, но назначенные. Также у 100% пациентов первой группы и 96% во второй группе, соответственно, не было назначенных препаратов, которые рекомендованы согласно критериям Start. Продолжим. Что касается выявленных критериев Stop. Среди проанализированных нами историй болезней у пациентов обоих групп самым частым критерием Stop, который нам попадался, это критерии лекарственных средств с антихолинергической активностью при хроническом запоре. 54% в первой группе и 44% во второй. Применение данных препаратов идет к риску усиления запоров и говорит о неоптимальной выбранной медикаментозной терапии у данных группных пациентов. На втором же месте по частоте встречаемости является Stop критерий лекарственных средств с антихолинергической активностью при хронической глаукоме. На самом деле два критерия можно объединить, потому что это лекарственные препараты с антихолинергической активностью, которые противопоказаны или не рекомендованы в случае определенных заболеваний. Также если мы назначаем препараты с антихолинергической активностью при глаукоме, это ведет к риску обострения глаукомы у данных пациентов. В следующем по частоте встречаемости критерий ацетилсалициловая кислота у пациентов с язвенной болезнью в желудке, без совместного назначения с блокаторами H2-гистаминных рецепторов и ингибитором протоновой помпы, что, конечно, ведет к риску кровотечений у данных групп пациентов. Также обращают на себя внимание применение препаратов сульфанилмочевины, длительного действия, такие препараты, как глибинкламид, хлопарамид, глимапирид при сахарном диабете второго типа. Тут мы видим, что у шести человек в первой группе был такой критерий, стоп-критерий, и у одного человека во второй группе обнаружен такой стоп-критерий. Конечно, данный препарат ведет к риску развития гипогликемии у данных пациентов. Что касается старт-критерий, из наиболее распространенных в обеих группах старт-критериев это отсутствие назначения статинов пациентам, имеющим в анамнезе коронарные, церебральные или периферические сосудистые заболевания. Мы видим проценты, это 36,6% в первой группе и 32% во второй группе. Следующим по частоте мы видим отсутствие назначения антифагулянтов при фибрилляции предсердий, что очень странно. 16,5% пациентов из первой группы не получали антифагулятную терапию при фибрилляции предсердий, и чуть меньше процент, 13,7% не получали эту терапию во второй группе. Ну, немного меньше пациентов, соответственно, не получали клопидогриль, хотя в анамнезе у них был инсульт и или атеросклероз периферических артерий. Также, обращая на себя внимание, отсутствие назначения бета-адреноблокаторов при стабильности на кардии. Бета-адреноблокаторы не были назначены в первой группе у 9, почти у 10% случаев, и не были назначены во второй группе почти у 9% случаев. Также, обращая на себя внимание, отсутствие назначения препаратов, предотвращающих резорцию костной ткани у пациентов со степорозом и переломы из-за хрупостей костей в анамнезе. Проблема актуальна для пациентов, конечно, пожилого старческого возраста. Здесь не такие большие проценты, но критерий довольно важный. Так, и практически столько же пациентов не получали кальций и витамин D при наличии данной патологии. Также есть еще критерий к витамину D у пожилых пациентов, выходящих из дома со степени или падением в анамнезе. Он также встречается у почти 4% случаев и у 7% случаев в первой и второй группе, соответственно, и при этом данный старт-критерий оказался единственным в пациентстве, который выявил эстетически значимые различия между группами. То есть чаще этот критерий встречался во второй группе. Что касается шкалы антихолиэнергической нагрузки. То есть мы раньше видели критерии, которые были в назначении лекарственных препаратов с антихолиэнергической нагрузкой. Сейчас мы разберемся, что это такое. То есть многие лекарственные препараты обладают антихолиэнергической активностью, которая проявляется системными нежелательными реакциями. В частности, ухудшением когнитивной функции. Соответственно, применение данных препаратов может способствовать ее снижению, которое часто наблюдается у людей пожилого и старческого возраста. В целом, в ряде исследований показано, что применение препаратов с антихолиэнергическими эффектами оказывает отрицательное влияние на когнитивные функции, познавание, память и работоспособность. Кроме того, лечение данными препаратами может приводить к увеличению риска падений, которые в пожилом возрасте могут приводить к тяжелым последствиям и резкому ухудшению прогноза. Таким образом, в клинической практике доступен косвенный метод оценки антихолиэнергической лекарств и нагрузки, разработанный для пожилых пациентов старше 65 лет. Применение шкалы способствует оценке риска развития антихолиэнергических неблагоприятных реакций, ассоциированных с когнитивным дефицитом, падениями и иногда даже смертью. Также, конечно, применение этой шкалы позволяет скорректировать фармакотерапию, снизить риск осложнений и повысить в итоге качество жизни пациента. Здесь мы видим шкалу антихолиэнергической нагрузки, шкалу когнитивной антихолиэнергической нагрузки. Ее чаще всего используют для скрининга, которая обновленная в 2012 году и включает 500 наиболее часто назначаемых лекарственных препаратов. Она представляет собой списки препаратов, ранжированных по антихолиэнергической реактивности. Здесь мы видим, что они разделены на три уровня, и каждый уровень присваивает себе по определенному баллу. Что касается проведенного исследования. Включенного исследования пациента проводилась оценка лекарственных назначений по шкале антихолиэнергической нагрузки, и средний балл в обеих группах составил, был сопоставим и составил один балл. Всего пациентов с одним баллом по шкале антихолиэнергической нагрузки было назначено в первой, то есть всего препаратов с одним баллом в первой группе было назначено 145 раз, а во второй группе 11 раз. Назначение препаратов с двумя баллами по шкале антихолиэнергической нагрузки не обнаружен в обеих группах. И только один препарат, который обладал тремя баллами шкалы антихолиногической нагрузки, был назначен только одному пациенту. То есть это препарат из третьего столбика, который мы видели раньше. Здесь, конечно, на диаграмме мы видим, что пациентов с одним баллом по шкале антихолиногической нагрузки было больше. Поговорим про них подробнее. В первом месте пациентов с одним баллом по шкале антихолиногической нагрузки в первой группе было 48 пациентов, а во второй – 31 пациент. Мы видим, что в первой группе с одним баллом назначение лидировало метапролол. Это 35 пациентов получали метапролол. На втором месте 8 пациентов получали форосимид. Также 4 пациента получали и сорбидодинитрат. И одному пациенту был назначен преднизолон. Во второй группе с одним баллом метапролол получали 14 пациентов, форосимид тоже 15 пациентов, и сорбидодинитрат получали 2 пациента. Пациентов с двумя баллами антихолиногической нагрузки в первой группе было 38, это 39 процентов, и во второй группе 31 пациента, 38 процентов. Все пациенты в обеих группах получали комбинацию препаратов с одним баллом. То есть один балл был присвоен одному препарату по шкале антихолиногической нагрузки. Самой частой комбинацией из препаратов была комбинация форосимид плюс метапролол. Как мы видим, в первой группе это 19 пациентов, и во второй – 21. Второй по частоте комбинации была форосимид плюс сорбидодинитрат. Как мы видим, в первой группе это 6, и 7 во второй. Также еще выделяется комбинация метапролол плюс из сорбидодинитрат. Вот 8 пациентов из первой группы получали данную комбинацию. Что касается пациентов с тремя баллами по шкале антихолиногической нагрузки, в первой и во второй группе их было по 6 человек. Также пациенты в обеих группах получали комбинацию из трех препаратов с одним баллом. Какие же это были комбинации? В первой группе 4 пациента получали комбинацию метапролола, форосимид и сорбидодинитрата. И 2 пациента получали комбинацию галапиридол, форосимид плюс из сорбидодинитрат. Во второй группе, аналогично первой, 4 пациента получали комбинацию метапролол, форосимид плюс из сорбидодинитрат. Один пациент получал комбинацию метапролола форосемида плюс дегоксин, и один пациент получал комбинацию форосемида из орбидодиентрата и галлоперидола. Что касается пациентов с 4 баллами по шкале антихолинергической нагрузки, все пациенты в первой группе, это был только один пациент, и его комбинация была из препаратов с 1 баллом по шкале антихолинергической нагрузки. Комбинация была метапролол форосемид плюс из орбидодиентрат плюс варфарин. Во второй же группе оказались 2 пациента с 4 баллами по шкале антихолинергической нагрузки. В первом случае это была комбинация препаратов с 1 баллом, это комбинация метапролол форосемид плюс из орбидодиентрат плюс варфарин. Во втором случае это была комбинация препарата с 1 баллом, это форосемид, и плюс препарат с 3 баллами, это метаклопромид. В заключении хочется сказать, что таким образом больным с фибрилляцией претерди и хронической болезни почки в возрасте 65 лет и старше часто назначают оптенциально нерекомендованные лекарственные препараты, которые существенно снижают качество жизни и увеличивают риск нежелательных реакций. Также этим же пациентам не были назначены потенциально рекомендованные препараты. Как мы помним, не была назначена антикогулятная терапия при фибрилляции пресердий практически 16%, которые необходимы для улучшения прогноза и снижения риска развития осложнений и уменьшения количества госпитализации. Конечно, выявленные факты диктуют необходимость оптимизации фармакотерапии у пациентов пожилого и старшего возраста с фибрилляцией пресердий и хронической болезнью почек, по крайней мере в условиях стационара. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович. Спасибо вам огромное за доклад. Глубоко уважаемые коллеги, и мы переходим к последнему докладу по программе, но абсолютно не последнему, по значимости и по яркости. И этот доклад будет посвящен подагре. Гиперурекемия, как вы знаете, вошла в последних рекомендациях как узаконенный, наконец-то, фактор сердечно-сосудистого риска. А принятие решений о длительной урадоснижающей терапии в общей клинической практике – это одно из самых сложных, ну и относительно новых направлений в лечении этих пациентов снижением сердечно-сосудистого риска. И я с огромным удовольствием хотела бы предоставить слово профессору Цурко Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович – настоящий лидер российский, величина на нородин в этой проблеме. Многие годы он ей занимается. Очень яркий лектор. Ну, я думаю, что достаточно я создала интриги. Да, и передаю слово Владимиру Викторовичу. Пожалуйста. Я нажимаю вот здесь. Вот пристань, пристань. Вот здесь. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Да, действительно, мы сегодня будем говорить о длительной урадоснижающей терапии в общей клинической практике. И, ну, сначала мы, наверное, дадим вам главную цель нашего, моего выступления. Это, значит, правильная диагностика подагры и терапия до целевого уровня мучевой кислоты в сыворотке крови. Это будут внешне-средовые факторы риска, генетическая предрасположенность, которая повышает вероятность подагры. Также уточнение диагноза и спектра симптомов заболевания, знание основ диагностических критериев подагры, лабораторно-логические симптомы, свидетельствующие о хронической форме подагры и терапия лопуринолом с учетом строгих показаний препаратом первой линии урадоснижающей терапии до целевого уровня сыворочной мучевой кислоты. Ну, определение подагры, оно как бы уже устоялось многие годы. То, что это системное толфосное заболевание, как раз говорит о том, что это и приводит к полиморбитности на основе уже развившегося воспаления именно у пациентов с выраженной гиперлюкемией, обусловленной вот внешне-средовыми или генетическими факторами. новатором и выдумщиком этого, придумщиком этого определения явилась Валентина Александровна Насонова, которая тоже занималась многие годы подагрой и вполне успешна. В связи с этим я, значит, говорю о диагностике. Это, в общем-то, основные вспомогательные и в будущем, что нас и ожидает, и перспективные направления. Конечно, основные – это клинические римские 63-го года, лабораторная диагностика, в том числе поляризационной микроскопии с высоким уровнем доказательности, она остается на самом высоком месте в диагностике, и ей отводится первая А-позиция при принятии решения о заболевании подагром. В большей степени классификационные диагностические критерии Валеса тоже работают, но они в основном-то и легли в клинические рекомендации именно последних 18-го, 19-го и 20-го годов. Вспомогательные, которые рентгенография суставов, фузии суставов – это достаточно проблематичная такая вещь, потому что это поздняя диагностика болезни, тогда, когда уже она должна лечиться вовсю, а получается все наоборот. МРТ и КТ предлагают, проводят многочисленные исследования, но цель была одна – ранняя диагностика подагры, но, в общем-то, пока не очень получается. А вот перспективное направление, конечно, это за диагностикой тонких, возможно, специфических ферментопатий при подагре с использованием чипирования. Сейчас только, по-моему, уже ленивый об этом не говорит, это довольно сейчас такое широко применяется в нашем обиходе уже, это слово. И вот как раз классификационные диагностические критерии Валеса. Я здесь обращу ваше внимание на гиперурекемию, занимающую девятое место. Постепенно с первых мест этот показатель все время спускался все ниже, с четвертого, пятого, шестого, потом на восьмое, и вот теперь девятое место. Почему? Потому что во время острого приступа подагры не рекомендуют исследовать уровень мочевой кислоты в суровой крови, потому что ее практически там мало или значительно снижены за счет того, что она вся образовалась в моноурат натрия, то есть кристаллизовалась и ушла в органы и в ткани мишени, там, где откладывается гиперурекемия. Помимо этого, конечно, золотым стандартом диагностики, как я сказал, вот справа представлены поляризационные микроскопии в красном свете, желтые такие кристаллы, и в обычном свете. Вот когда говорят, поляризационные микроскопии определяют первый важный признак подагры, обнаружение кристаллов. Ну, почему? Если мы представляем, как они выглядят, кристаллы, то в обычном свете мы тоже их видим, может быть, только не такое хорошо раскрашенное картинка. Синериальную жидкость при исследовании можно получить из сустава, даже если он никогда не воспалялся, и именно в невоспаленном суставе можно обнаружить кристаллы достаточно одной капли. Проще всего получить синериальную жидкость из крупного сустава, который легко пунктир, например, коленный. Вот, как я уже сказал, достаточно поместить одну каплю синериальной жидкости на предметное стекло или содержимое ТОВСа. Я за не менее время воздерживаюсь подробно говорить, а как эту синериальную жидкость нельзя долго хранить, нельзя сильно переносить, потому что она тоже вот от тряски может, кристаллы могут повредиться, и тогда в худшей степени это визуализируется в стекле. И вот восьмые в 2018 году обновленные, основанные на принципах доказательной медицины, рекомендации Еларовский, Европейского общества ревматологов, как раз и говорит, что золотым стандартом является выявление кристаллов моноурата натрия. И, конечно же, подозрение на остроподагрический суставной синдром всегда требует проведения дифференциального диагноза, хотя врачи, имеющие и видевшие несколько раз, там, два, три, четыре острого приступа подагры, всегда будут на чеку, и, как правило, они уже такое чутье развили у себя, и, соответственно, не ошибаются в постановке диагноза. И это, как правило, моноартикулярное поражение стопы, особенно первого плюснефалангового сустава или голеностопного. Сейчас, как бы, клиника немножко такая меняется, чаще всего я вижу, вот, например, в своей клинической практике поражение голеностопного сустава, видимо, в виде даже псевдоотека, вот такого, псевдофлегмоны, потому что псевдофлегмоны, а врачи, хирурги часто ставят именно флегмоны стопы, а на самом деле это уже первый приступ подагры, тогда это псевдофлегмоны. Предыдущие аналогичные эпизоды острого артрита, острая атака с быстрым развитием сильной боли, эритема, мужской пол и связанные сердечно-сосудистые заболевания и гиперурекемии. Вот здесь мы, как бы, уже впервые говорим, что гиперурекемия – это и высокий кардиоваскулярный риск. Да, и вот, как сказала Ольга Дмитриевна, предваряя мое выступление, что именно этот признак является уже фактором, внесен фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, пока что только, я бы сказал, гипертонической болезни. Обновленный, основанный на принципах доказательной медицины, на рекомендации, диагноз подагра не следует ставить при наличии только одной гиперурекемии, это и правильно, потому что степень выраженности гиперурекемии у населения высокая, и напряженность этого признака тоже достаточно высокая. И важно также отметить, что необходимо фактор риска хронической гиперурекемии для каждого человека с подагрой выявлять, а именно хроническую болезнь почек и избыточный вес, прием ряда лекарственных средств, злоупотребление алкоголем, особенно пивом, спирным напитком, и избыточное потребление подслащенных газированных напитков, что, в общем-то, впервые вводится в обновленные, основанные на принципах доказательной медицины, рекомендации. Рекомендовано также проводить систематическое обследование всех пациентов с подагрой с целью выявить наличие сопутствующих заболеваний, вот корни здесь перечислены, конечно, сердечные недостаточности, диабета и дислипидемии. Также мы нужно иметь в виду клинико-лабораторную картину. Уровень мочевой кислоты выше 6 мг на децилитр, это 360 мкм на литр, для диагностики подагры. Гиперурекимия является важнейшим фактором риска развития подагрического артрита, но сама по себе не может служить критерием исключения или подтверждения болезни. Вот что чувствительность и специфичность, конечно, этого понятно, потому что мы берем кровь при первом приступе подагры и изучаем гиперурекимию, а ее там нет, понимаете? Ну какая чувствительность, тем более специфичность? Урекимия снижается во время подагрической атаки, приводя к снижению диагностической чувствительности. И это не только при первой атаке, это и при всех последующих атаках нужно тоже иметь, что уровень мочевой кислоты в сырской крови сменяется. И гиперурекимия с депозитами уратов, то есть с тофусами или без них, и коморбитность, это широко обсуждаемая проблема, это и сердечно-сосудистые осложнения, это почечная часть функций, метаболические нарушения, и смертость от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистой системы, причин достаточно высокая. Важно также и иметь в виду последние рекомендации и последние представления о пищевых факторах, повышающихся или снижающих риск развития гиперурекимии подагры. Ну, ожирение мяса, рыбы, алкоголь, сладкие напитки, чрезмерное их употребление всегда приводит к повышению, поступлению пуринов, сыворот, в кровь. С другой стороны, потери веса всегда обсуждалось, при потере веса освобождается много пуринов, но таким образом они освобождаются, и таким образом они утилизируются в дальнейшем, что все-таки это приводит к поступлению пуринов в кровь. Важным моментом также является то, что же все-таки снижает уровень, снижает уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. То есть, это в основном потеря веса, фактор, уменьшающий риск, да, потеря веса увеличивает выделение почками пуринов, точно так же, как и овощи, обезжиренные молочные продукты, в основном однопроцентные, как показали многочисленные последние исследования, проведенные в Европе. Кофе точно так же повышает выведение. И витамин С и вишня среди вот всех фруктов и овощей, а их было особенно много, около 80 в исследовании, оказалось, что только вот вишня способна не только оказывать противовоспалительное действие при подагре, но и повышать выделение почками пуринов. Принципы изменения пищевых привычек. Они как бы по модификации образа жизни при гиперурекемии и подагре очень имеются принципы. Конечно же, они должны быть одни и те же. Это снижение веса, если он избыточный, нормализация массы тела проводится медленно. Это нужно помнить врачам, так как увеличение кетоновых тел, связанное со строгим голоданием, вызывает гиперурекемию. Ограничить потребление алкогольных напитков. Тем не менее, не рекомендуется советовать употреблять алкоголь тем, кто этого не делает. Хотя говорится в рекомендации, что 1-2 бокала вина не влияет на риск развития гиперурекемии у тех, кто этого уже употреблял. Также последние докладчики на всех европейских конгрессах с радостью зачеркивают трюмку белого вина и говорят, что это не влияет на уровень гиперурекемии, что делает счастливыми половина зала сидящего среди врачей и исследователей. Но потребление алкоголя любого неприемлемого для пациентов с алкоголизмом, это, конечно, будет прямая дорога к повышению значительного уровня сыворочной мочевой кислоты. Терапию острого приступа она тоже хорошо разработала. Нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин. Комбинация их. Раньше считалось, что это выгодная комбинация, которая дает какое-то преимущество перед монотерапией. Но четкие указания исследований последних лет показали, что нет, не имеет преимущества перед монотерапией. При наличии кардиоваскулярных факторов риска не рекомендуется применять высокоспецифические ингибиторы ЦОК-2, потому что они, в общем-то, считаются не очень хорошо и влияют на кардиотоксичность. Нестероидные противовоспалительные препараты и другие препараты назначаются с учетом сопутствующей патологии, применяемых медикаментов реального соматического статуса ин-ситу, дегидратации, инфекции, декомпенсации хронической сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности и других. Также важным является тот момент в последних рекомендациях по лечению подагры, что профилактика должна обсуждаться с пациентом. И на это делается особо большой успех акцента именно при обсуждении этой проблемы. В течение первых шести месяцев после назначения урадоснижающих препаратов рекомендуется или же колхицин с самой маленькой дозой номером пять, или же нестероидные противовоспалительные препараты кардио-благополучные в этом отношении. А в случае наличия противопоказаний к назначению колхицина все-таки следует четко рассматривать применение НПВП в низких дозах, как я уже и сказал. Важным также в рекомендациях является и назначение обязательное назначение урадоснижающей терапии, потому что алопуринол это препарат первой линии он и в еларовских рекомендациях европейских и в Великобритании и американских рекомендациях и российских рекомендациях восемнадцатого года и считается препаратом номер один с обязательным тентрованием дозы. Подагра со сниженной функцией почек обязательно доза согласуется и коррелируется в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Можно ли назначать урадоснижающую терапию при остном приступе подагры? Ну, во-первых, некоторые все-таки воздерживаются, например, наши российские рекомендации, еларовские, потому что они идут ноздря в ноздрю, можно с ними говорить, а вот американские условно рекомендуют, тогда как британские говорят, нет при редких приступах до купирования приступа, но да, при частых приступах. Что такое частые приступы? Это три и больше в год. Можно обсуждать ее начало во время обострения, не дожидаясь ремиссии, тогда как на протяжении 1957 года с рекомендацией по применению урадоснижающей терапии было четко сказано, нельзя их назначать, препараты типа алопуринола при остром приступе подагры. Вот как раз то, что мы уже говорили, Ольга Дмитриевна об этом вспоминала, фактор риска развития альтериальной гипертонии согласно рекомендации, мочевая кислота в российские рекомендации факторы риска и в европейских рекомендациях это уже мочевая кислота около 15 лет, но при этом конечно это четко четкая установка врачам по поводу гиперурекемии и более того мочевая кислота должна измеряться при взятии под диспансерное наблюдение далее по показаниям является так как уровень мочевой кислоты является значимым прогностическим фактором при артериальной гипертонии и более того доказано наличие связи между гиперурекемией и повышением сердечно-сосудистой смертности целевой уровень мочевой кислоты у пациентов с сердечно-сосудистым риском должен быть от 300 микромоль на литр и это об этом говорит российский консенсус по лечению пациентов с гиперурекемией и соответственно со всеми вытекающими отсюда последствиями именно для пациента начинать терапию в дозе 100 миллиграмм с последующей тетрации до 300-600 миллиграмм в сутки до достижения целевого уровня мочевой кислоты а целевой уровень ниже 300 микромоль на литр и вот как раз это последнее наверное исследование это профилактика приступов артрита при урадоснижающей терапии и это сейчас об этом говорят все рекомендации что европейские американские и новозеландские и австралийские говорят о том что обязательно урадоснижающей терапии нужно назначать на фоне нестероидных противовоспалительных препаратов и вот эти все исследования были проведены на и нано-проксении 250 миллиграмм два раза в день и четко было замечено что назначая лапуринол на фоне этих нестероидных препаратов на продолжение этой шестимесячной терапии четко было отмечено уменьшение и числа приступов острого артрита и числом и уровня сыворочной мочевой кислоты надо всегда помнить что если мы не назначаем нестероидные противовоспалительные препараты для прикрытия обострений то частота обострений приступов артрита нарастает после инициации терапии любым препаратом снижающим сыворочный уровень мочевой кислоты это можно объяснить тем что мочевая кислота депонируется в сытной ткани и только в сытной ткани но и в хряще и даже во внутренних органах например и в эндокарде и в печени и в почках тем более поэтому мы назначаем алопуринол алопуринол начинает вытягивать мочевую кислоту из депо тем самым повышая полумочевой кислоты в крови это обязательно будет обострение именно это было было непонятно многие многие годы врачам почему мы назначаем алопуринол и он вызывает обострение на фоне уже хорошей дозы алопуринола и длительного его приема рекомендации стартовая доза алопуринола как я сказал не выше 100 миллиграмм в сутки для всех пациентов 50 при хронической болезни почек тетрование каждые 2-3 недели до дозы достаточной для достижения целевого уровня и дозы увеличивают выше 300 миллиграмм даже при почте недостаточности если мы видим снижение уровня мочевой кислоты у этих больных и улучшение даже функции почек но это будущее наверное значение диагностических критериев подагры помогает лучше знать основы самой патологии коморбидной болезни при ней клиника лабораторные рентгенологические симптомы часто свидетельствуют о хроническом течении подагры и поэтому негодны для диагностики ранней стадии подагрического артрита терапия лапуринолом и тетрование дозы проводятся с учетом строгого указания как препарата первой линии урадоснижающей терапии до достижения целевого уровня мочевой кислоты в сывороте крови на фоне приема постоянной минимальной дозы нестероидных противовоспалительных препаратов спасибо благодарю вас за внимание если есть вопросы я готов ответить и такой экран забегал у меня забег сейчас будет вопрос садитесь рядышком глубоко уважаемые коллеги программа нашего симпозиума подошла к завершению Владимир Владимирович давайте ко мне рядышком есть вопрос я думаю что явно к вам что вы можете сказать о поводу длительного приема аденурика для снижения мочевой кислоты и улучшения функции почек с аденуриком это фебуксостат во первых препарат аденурик это наше название российское надо всегда помнить что все исследования с фебуксостатом у лиц пожилого возраста показали что этот препарат не безразличен для сердечно-сосудистой системы а в некоторых случаях даже и не показан вопросов больше нет что ж глубоко уважаемые коллеги мы исчерпали время отведенное нам на секцию мы благодарим прежде всего организаторов этой конференции и вот мне хотелось бы лично профессора Воробьева Павла Андреевича за и саму идею за приглашение вот за все начинает самой идеи вот по проведению этой конференции за приглашение за возможность подготовить этот симпозиум и выступить на нем вас мы благодарим за внимание за то что вы выбрали именно наш симпозиум желаем вам конечно крепкого здоровья успехов во всех сферах деятельности и надеемся на новые встречи с вами ждем вас у нас на циклах в российской медицинской академии непрерывного профессионального образования на кафедре терапии полиморбидной патологии спасибо до новых встреч коллеги спасибо 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 спасибо